Для того, чтобы украинцы раньше не сдались, Польша будет подпитывать своими наемниками. Это, скорее, заявление французов, акт информационной войны. И я думаю, прежде всего, он должен сыграть на пользу Макруна. Во Франции очень скверная политическая и экономическая обстановка. Естественно, что столкнувшись со столь мотивированной, хорошо вооруженной российской армией, ну, они будут просто уничтожены. Крамольная мысль выскажу. Соединенные Штаты не рассчитывают на победу Украины. Их задача продлить сопротивление Украины, чтобы они нанесли максимальный ущерб Российской Федерации. Александр Борисович, здравствуйте. Добрый день. Сейчас на Западе все активнее обсуждают возможность отправки своих войск в Украину. И, как ни странно, активнее всего эти заявления звучат из Парижа. Хотя было бы логичнее, наверное, ожидать их из Лондона или Вашингтона. Но тот же Макрон, он высказывался о том, что обсуждал с западными странами возможность отправки войск в Украину. Но консенсуса они по этому поводу не достигли. Ну, вместе с тем появлялась такая информация, что Франция формирует своеобразную коалицию тех стран, которые эти войска в Украину направить готовы. А о каких странах может идти речь? На тех странах, от которых, в принципе, в НАТО ничего не зависит. Которые не являются решающей военной силой. Это страны Балтии, прежде всего, конечно. Ну, и возможно, что к ним присоединится Польша. Которая, хотя и себе на уме, но имеет значительные интересы как в Западной Украине, так и в Западной Беларуси. И лелеет надежда, что в период перед выборами белорусского президента в стране, может, нашей возникнет нестабильность. И тогда, как говорил бывший командующий с сухопутными войсками генерал Шипчик, Польша должна готова быть вмешаться. Поэтому я не исключаю, что некие такие мысли могут бродить у поляков в голове. Ну, что касается стран Балтии. Ну, если в военном отношении они не близки к нулю, то, в общем, где-то около этой величины. Я помню, шутили как-то, что в Эстонии отметили день военно-морского плота. То есть, настолько силы военные незначительные, но зато очень силен реваншистский, русофобский, белорускофобский дух. И, в общем, чем, как говорится, моська меньше, тем громче она лает на слона. Что касается действительно значимых военных держав, а в Европе, в принципе, таких-то и не осталось. Учитывая, что последние публикации об армии Великобритании говорят о том, что она не представляет собой боеспособную единицу, которая может решать ситуацию на европейском континенте. Тем более, наступать на востоке. Примерно тоже можно сказать и о Германии, которая после распада Советского Союза практически перестала существовать как перворазрядная военная держава. Если раньше Бундесверк был ведущей военной силой НАТО и по техническому оснащению, по количеству призывного контингента, то теперь они раздумывают о том, как бы поставить, как говорится, на крыло все эти самолеты, которые у них есть, половина из которых недееспособны. Кроме того, они, по-моему, недавно продали борт номер один из-за того, что он постоянно имеет технические неисправности. То есть, в принципе, это скорее заявление французов, акт информационной войны. И я думаю, прежде всего, он должен сыграть на пользу Макрона. Во Франции очень скверная политическая и экономическая обстановка. И, в общем, ситуация развивается так, что силы, которые представляет Макрон, могут потерять значительное место и в парламенте, и перспективы будущих президентских выборов тоже очень туманны. И, кроме того, там возрождаются силы националистической ориентации. И те, кто просто желает вспомнить времена Деголя, которые хотят иметь такую же профранцузскую внешнюю и внутреннюю политику, которую проводил Деголь и партия голлистов, которая, так сказать, выросла из него. Поэтому, я думаю, это прежде всего попытка Макрона решить какие-то свои внутренние проблемы. Ну и, конечно, в ситуации, когда нет ведущей военной державы сейчас в Европе, мы уже об этом поговорили, он хочет стать ведущим, так сказать, военным лидером в Европе. И так как быстро нарастить военную силу невозможно и исправить те ляпы, которые в технической и стратегической политике Франции существуют, ну, это сделать громкое заявление. Громкое заявление. И, в общем, посеять у своих избирателей уверенность в том, что Франция – это ого-го еще. Ну, думаю, что, в общем, эти попытки обречены на провал. И ведущие державы военные, в том числе главные из них – Соединенные Штаты, они наотрез отказались принимать участие в подобной авантюре. Потому что, первое, они не хотят жертвовать своими военнослужащими для неясных целей, которые не вполне отвечают интересам Соединенных Штатов. Вот это новое веяние в американской политике и представляет Крам. Он считает, что сейчас просто НАТО ни к чему Соединенным Штатам. Соединенные Штаты должны собраться и решать свои внутренние проблемы у себя на континенте. Опять сделать Америку великой. То есть собрать могучую экономику, собрать могучую армию и решать те проблемы, которые первоочередны. Это прежде всего нарастающая, так сказать, миграция из Юга. Но это уже не только латиноамериканские страны. Там встречаются на южных границах и японцы, и украинцы, и словаки, и кого там только нет. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты, занятые предвыборной борьбой и с большими шансами на победу Трампа, не будут поддерживать своей могучей рукой тех вот мелких авантюристов, которые пытаются сделать из себя большие военные величины. Поэтому я думаю, что, скорее всего, разговоры останутся только разговорами. Самое большое, на что они могут решиться, направить технических специалистов и вспомогательные войска и инструкторов для обучения персонала, для обслуживания сложной военной техники и для воссоздания какой-то военной инфраструктуры. Особенно в свете возможной поставки истребителей Ф-16 и дальнобойного оружия Шторм Шэдоу и Скальпич и тому подобное. Возможно, что в этом качестве они смогут пригодиться. Но противостоять самой сильной армии мира сейчас, которая имеет колоссальный боевой опыт. И самое главное, она имеет на ходу громадное количество боевой техники. Количество танков, бронетранспортеров и всего прочего в российской армии растет с громадной скоростью. Ну и самое главное, как сказал политолог военный Эксперт Яков Кедми, россияне готовы умирать. Они готовы умирать за свою родину. Они готовы умирать за то, чтобы достигнуть цели специальной военной операции. Я думаю, с этим могут только сравниться украинцы, которые тоже мотивированы. Но это по ментальности тот же самый народ, который также способен нести чрезвычайные трудности, страдания и совершенно невозможные муки в ходе боевых действий. Ничего подобного ни одна европейская армия сейчас показать не способна. Поэтому я думаю, что речь идет прежде всего о информационном наступлении. Но, очевидно, есть еще желание посеять неуверенность, может быть, в тех кругах российского руководства, которые сейчас называют ждунами или шестой колонны. Это те, кого Путин вычистит после своего очередного избрания. Потому что эти люди, они хотя не являются открытыми врагами, но они не исполняют должным образом своих должностных обязанностей. Возможно, есть еще и какое-то желание повлиять на них. Ну и то же самое, возможно, какие-то люди и в Беларуси испугаются вот этих вот словесных угроз. Мы еще поговорим с вами и про Трампа, и про F-16, и про дальнобойные ракеты, в том числе немецкие «Таурус». Но, чтобы закрыть вот этот вопрос, хотелось бы напомнить, я уверен, вы знаете об этом, что глава МИД Сикорский заявил о том, что войска НАТО уже находятся в Украине. Ну, тут, наверное, своего рода секрет Полишинеля, учитывая то, что неоднократно заявлялось, что войска НАТО воюют там под видом наемников. Но в то же время Сикорский не уточнил, что он имеет в виду и в каком качестве вот эти вот войска там находятся. А вы как считаете, о чем шла речь вот в этом его заявлении? Задолго до нынешних событий были сообщения о том, что в польской армии массово рядовой сержантский состав технических специалистов отправляют в отпуска. Кто-то из них, так сказать, как бы увольняется из армии. И одновременно стало расти кладбище польских солдат, польских специалистов, погибших в Украине. Ну, эти два события взаимосвязаны. Очевидно, что Польша на той стадии специальной военной операции имела серьезные планы на то, чтобы контролировать ситуацию в Украине вообще и в Западной Украине в частности. И польский бизнес там активно обосновывался, и деньги вкладывались. Но как мы видим, последние события, это вот братско-украинско-польская дружба оказалась фальшивой, стоило возникнуть каким-то экономическим трудностям, связанные с экспортом украинских продуктов. Ну и ряд политических разногладий, и кроме того, смена правящей партии Польши продемонстрировали то, что, в общем, эти планы не имели под собой серьезных обстоятельств. И очевидно, что поляки, ну, очевидно, будут более сдержаны в Польше, но и та, и другая партия в Польше, они не откажутся от своих планов поддержки украинского режима из-за русофобских соображений, из-за ненависти к России. И они считают, что чем больше русских будет убито на Украине, тем легче будет Польша. Поэтому, конечно, для того, чтобы украинцы раньше не сдались, Польша будет подпитывать своими наемниками. Ну, они, так сказать, настоящие солдаты, которые просто под чужим флагом, под знаменем независимых добровольцев участвуют в военных действиях в Украине. Точно так же поступает и Соединенные Штаты Америки, точно так же поступает та же самая Франция, в СМИ появилось сообщение, что после уничтожения Российской Федерации двух пусковых установок комплекса «Патриот» и вспомогательных машин, значит, в Соединенных Штатах внезапно потерпел катастрофу вертолет на борту, который находилось 30 военнослужащих. Многие говорят, что для того, чтобы списать легально этих людей, и была придумана эта авиационная катастрофа для того, чтобы скрыть тот факт, что американские военнослужащие погибли в боевых действиях на Украине. Вы говорите, чтобы украинцы раньше времени не сдались. Но пока не похожи на то, что они собираются сдаваться. Вспомните хотя бы, как они ополчились на Папу Римского, когда тот сказал, что было бы неплохо поднять белый флаг. Но тут очевидно, что он имел в виду скорее переговоры, а они почему-то сразу решили, что речь идет о капитуляции. Но я это к тому, что сдаваться они, видимо, пока не собираются. Разве нет? Как говорится, кто их спросит, если события будут продолжаться таким же образом, если придя к власти Трампа откажет им военной помощи, если вот эти все рассказы европейцев о наращивании военного производства, снарядов и боевой техники, с тем, чтобы поделиться, не только пополнить свои арсеналы, но и поделиться с Украиной, окажется блефом, то просто окажется, что на Украине нечем будет воевать, а самое главное, некому будет воевать. Потому что вот нарастающие потери вооруженных сил Украины и невозможность провести полноценную мобилизацию, ротацию и, в общем, обновление воинских контингентов может привести к тому, что их даже не спросят. Капитуляция будет, ну, по германской кальке. Просто некому будет воевать. Очевидно, что все-таки придет та политическая сила, но которая, я считаю, что есть там люди, которые не захотят полного искоренения мужского населения Украины. Возможно, что именно вот на этой почве, возможно, какие-то соглашения и заключения мирного договора. Ну, если все-таки отталкиваться от того, что заявление Макрона – это не элемент, как вы сказали, информационной войны, а реальное прощупывание почвы для дальнейших действий в этом направлении, то к чему они могут привести? Потому что, ну, есть ведь такая аксиома, что ядерные державы не проигрывают. Так что непонятно, на что они рассчитывают на Западе. К чему привести? Соединенные Штаты, раз они не поддержат эту операцию, то тогда невозможно будет включить пункт пятый устава НАТО. Там же ведь коллективная оборона, а не коллективное нападение. Значит, если отдельные европейские страны, пусть даже какая-то коалиция, вторгнутся в Украину, войдут в Украину, приползут в Украину, то, естественно, что столкнувшись со столь мотивированной, хорошо вооруженной российской армией, ну, они будут просто уничтожены. Вот пишут, что французы могут послать французский легион. Сейчас там 9 тысяч человек. Что может послать, значит, Германия, когда у них не хватает призывного контингента, они просто-напросто ликвидировали службы по призыву, у них сейчас профессионалы, и не могут набрать необходимое количество специалистов. Остается только, ну, одна страна, которая может подбросить дров в вагон, это Польша. Но я думаю, что и поляки не такие глупые, они ведь прекрасно понимают, что, несмотря на разговоры о том, что Польша купит какие-то могучие корейские танки, купит американские «Хаймерсы», купит, значит, «Абрамсы», все это в перспективе и в будущем. В настоящее время нет реальной силы, способной противостоять российской армии. Поэтому, я думаю, конец, будет печаль. Просто будет мясорубка, и этих людей попросту убьют. Ну, та же Германия, она не только людей не спешит отправлять, но и не спешит отправлять те же ракеты «Таврус», о которых тоже речь идет уже очень давно. Они сейчас даже там какие-то хитрые схемы придумывают, круговую передачу, или как они это назвали, когда Лондон должен передать свои ракеты, а немцы, в свою очередь, передадут свои ракеты Лондону, насколько я понял. Но я бы у вас хотел спросить, как у военного эксперта, что вообще собой представляют эти ракеты «Таврус» с точки зрения их характеристики? Значит, это очень хорошие передовые ракеты. По некоторым данным, дальность их достигает действия 500, а может и более километров. Кроме того, они обладают суперсовременными системами наведения. Это инерциальная система наведения, это и коррекция по спутниковым координатам. Кроме того, там имеется система самонаведения. Это могут быть и радиолокационные головки наведения, и оптоэлектронные головки наведения. То есть, в общем, система очень продвинутая. Чем-то напоминает по своему техническому оснащению российские «Искандеры», по набору системы. Кроме того, обладает конструкцией стелс, где углы, обводы корпуса позволяют быть малозаметными от радиолокационного обнаружения. И далее еще очень важно – полет на очень низкой высоте. предполагаю, что там может быть и по радиовысотомеру полет. То есть, когда есть карта высот местности, когда рельеф местности по высотам разложен, и эта карта загружена в электронную машину бортовую этого боеприпаса, он летит и сверяет подсилающую поверхность с тем образцом, который находится в памяти. Поэтому очень хороший боеприпас. Конечно, нет, чего нельзя было уничтожить. Но трудность какая? Может быть обнаружен только на небольшой дальности, потому что из-за неровностей и рельефа местности радиолокаторы не могут его далеко обнаружить. Где-то на расстоянии 30-40 километров, что затруднит своевременное принятие мер. Это раз. Но, учитывая, что сейчас Российская Федерация использует свои летающие радары А-50, несмотря на то, что есть информация, что несколько из них было потеряно, но от 10 до 15 таких систем, по данным российских экспертов, есть в строю. И они могут вполне прилично обнаруживать на фоне подсилающей поверхности эти боеприпасы и передавать данные либо системам ПВО, либо истребителям. В данном случае, конечно, истребители, наводимые летающими радарами, могут сыграть решающий ввод. Но это будет трудно. Это будет трудно. И нельзя будет исключить, что единичные образцы будут прорываться, как это происходит и сейчас, и наносить значительный ущерб не только военной инфраструктуре и гражданской, но и органам управления, как гражданским, так и военным. И, в принципе, некоторые говорят, что он даже может достать территорию, прилегающую к Москве. И очень мощная боевая часть. По-разному, от 600 до 900 килограмм. Поэтому, конечно, нежелательно появление такого боеприпаса у украинских военных. Но Германии ведь понимают, что участие таких ракет в боевых действиях против коренной, скажем так, российской территории может заставить Российскую Федерацию посчитать это казусом Белли. Считать повод для войны. И уже Путин сказал, что у нас тоже есть ракеты большой дальности, которые могут настичь территорию тех стран, которые такие боеприпасы предоставляют. И учитывая, что Путин выступал публично и перед всем миром и перед своими избирателями, я думаю, что эти слова чрезвычайно серьезны. И, кроме того, есть историческая память. И, в общем, тогда Германии припомнят все. И то, что было и во время Второй мировой войны, и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что именно те круги в Германии, которые понимают это, они, ну, инстинкт самосохранения сработал. Тем более, что в исторической памяти и русского, и белорусского народа есть много претензий к Германии. Вот мой покойный отец, ветеран войны, он говорил, вот мы немцев не добили, вам придется добивать. Я как-то с иронией к этому относился. Но сейчас, как видим, старый воин был прав. Ну, если говорить о том, что уже поставили, в частности о тех же «Абрамсах», которые вы уже упоминали, то тут нельзя не отметить, что они горят в зоне СВО не хуже тех же «Леопардов». Хотелось бы узнать ваше мнение по части того, с чем это связано? С тем, что эти танки были переоценены? Или все-таки с тем, что украинские военнослужащие не особо-то умеют обращаться с такой техникой? Все дело в том, что любая техника, она производится для определенной войны. Для ведения войны определенным способом. В принципе, военная доктрина и теории военных ученых, которые должны прогнозировать будущие военные конфликты, и под эти военные конфликты прогнозировать виды боевой техники, которые необходимы. Значит, этот танк, он проектировался под военные столкновения с военной армадой Советского Союза, с массой советских танков. Предполагалось, что столкнутся в лоб в лоб две танковые армады. Значит, с нашей стороны это наши Т-72, Т-80, возможно, еще старые Т-62, Т-64, а с их стороны Леопарды, Абрамсы, и те же самые Телленджеры. Поэтому предполагалось, что им необходима мощнейшая броня, мощное орудие и, значит, скорость хорошая. Если они должны были действовать в боевой линии, то прикрытие бортов они друг друга прикрывали. И главный лоб был мощный. Поэтому боковая броня была слабая, а особенно слабая была крыша. Вот у Абрамса, допустим, если лобовой лист, там, комбинированный, где-то 900, эквивалентный к катаной броне 900 миллиметров или одному метру, то крыша представляет 70 миллиметров, 7 сантиметров. Что, собственно, мы сейчас и так видим. Точно так же и бортовая броня. Тяжесть их объяснялась тем, что они применяли большие массы брони. У них была и забедненная урана броня, и броня с использованием вольфрама и других тяжелых металлов. Поэтому, когда их бросили в другие условия, совершенно неприспособленные, мы уже видели это, и когда они вивали с хуситами, когда часть абрамсов и немецких леопардов у Саудовской Аравии использовалась против хуситов, и они там потерпели поражение. Точно так же партизаны Ирака, по некоторым данным, поразили в уличных боях до 70 абрамсов. Из обыкновенных РПГ-7 они били в подбашенное пространство, где броня слабая, били в двигатель. Там есть автономный движок, который должен обеспечивать электроэнергией. Значит, танк во время стояния, чтобы не включать основной реактивный двигатель, он очень слабо защищен. Значит, есть масса уязвимых мест, и если этот танк действует в одиночку, то, конечно, и задняя часть, и кормовая, и его верхняя проекция, они очень-очень уязвимы. Если это городской бой, то его сверху легко поразить. Поэтому эти танки оказались не в нужное время и не в нужном месте. Они привычны для действий в пустынных регионах и совсем не годятся для действий на украинских черноземов. Если взять всю броню, последних модификаций, то вес танка приближается к 70 тоннам. Значит, и, конечно, наши танки и белорусские, и российские Т-72, ну, максимально Т-90, который является очередной версией Т-72, 46 тонн весит. Практически 24 тонны Абрамс имеет лишнего веса. Вот. Ну и кроме того, конечно, я уже сказал, он в одиночку действовать он не может. У него столько врагов. Это и ПТУРС, это и РПБ, тот же самый замечательный 7, с которым, так сказать, в Ираке успешно действует. Ну и самое главное новое оружие. Это беспилотники, которые в самое больное место, в крышу 7 миллиметров. Моторно-трансмиссионное отделение тоже очень-очень поэтому танк очень хороший, но он должен использоваться в другом месте и по другой тактике. Вот, например, Меркава считается одним из самых защищенных танков, но он приспособлен исключительно для Ближнего Востока. Поэтому нет ни одной страны в мире, которая купила этот танк у Израиля, несмотря на его замечательные характеристики. Ну тут, наверное, еще вопрос в том, в чьих руках они оказываются, потому что что не попадает в Украину, то, что ранее считалось так называемым вундерваффой, оно почему-то очень быстро вот это свое звание теряет. Тут леопарды те же самые можно вспомнить, петриоты, о которых вы тоже говорили, абрамсы, так что тут, наверное, дело еще и в том, кто распоряжается техникой. Ну, я думаю, что тут неправильная тактика их применения. На самом деле, конечно, вот, учитывая, что сейчас масса имеется противотанковых средств даже у простой пехоты, не говоря же о том, что существует и ствольная артиллерия противотанковая, и гранатометы, и ПТУРСы, поэтому, конечно, применять их можно было только в качестве подвижных артиллерийских точек. Но итог, как мы видим, дальнейшие стрельбы не позволяют им оказаться вне зоны действия ПТУРСов и вне зоны действия беспилотников. Ну, возможно, их стоит просто закопать в землю и прикрыть накатом из многих слоев бревен. Тогда они бы, наверное, что-то сделали. Мне просто интересно, а как оно так получается, вот эта вот неправильная тактика? То есть, их же, очевидно, готовят западные инструктора, я имею в виду украинских офицеров. Неужели они не объясняют им такие очевидные вещи, как пользоваться той или иной техникой или вооружением? Надо было сначала не объяснить, а бросить хотя бы 300-400 абрамсов. Тогда, возможно, что-то... Ну, я думаю, что это тоже фантазия, потому что на украинских черноземах они могли бы действовать только вдоль дорог, тем самым тоже представляя... и на участках твердым покрытием тоже представляют удобную мишень. Я полагаю, что все-таки, вот крамольная мысль выскажу, Соединенные Штаты не рассчитывают на победу Украины. Их задача продлить сопротивление Украины, чтобы они нанесли максимальный ущерб Российской Федерации и ослабили ее. Кто-то из конгрессменов сказал, что наше вложение в Украину это самая выгодная инвестиция, потому что мы более гарантированно этим ослабляем Российскую Федерацию. Еще один был план нанести Российской Федерации большие неприемлемые потери, вызвать волнение в глубине страны, не позволить превратить ее в единый военный лагерь, потому что мы знаем, что даже сейчас там очень много людей, которые в общем не сторонники специальной военной операции и не все из них уехали за границу. Поэтому, конечно, было желание ослабить Российскую Федерацию, вызвать внутренние волнения, возможно, сепаратистские тенденции в республиках автономных и краях и вызвать распад Российской Федерации и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что все-таки реальные военные специалисты, которые, думаю, есть и аналитики в Соединенных Штатах, они и не думали о нанесении военного поражения в прямом бою Российской Федерации. А вот эта вся риторика на словах «разбить Россию» это вызвано тем, чтобы подбодрить украинцев, которые реально считали, что они могут нанести военное поражение Российской Федерации. и подштучная поставка танков, подштучная поставка артиллерийских систем, пусть и дальнобойных, хаймерсов и так далее. Это все не способно внести коренной перелом военной действия, но способно затянуть военные действия и увеличить количество потерь Российской Федерации, заставить ее провести еще одну мобилизацию, что, конечно, вызвало бы какие-то движения внутри Российской Федерации, особенно нежелательные накануне президентских выборов. Сейчас Путин избрал правильную тактику. Он до выборов будет вести тактику изматывания, измора, как это говорят англичане, там тысячи порезов, нанесения ударов, значит, которые не являются решающими и стратегическими. Это уничтожение украинских резервов, перемалывание их в перспективе с расчетом на будущее, для того, чтобы, когда Украина выбьется, так сказать, с силы кончат, нанести несколько решающих ударов. Но это будет, я думаю, уже после выборов, и когда земля в Украине высохнет, и можно будет применять большие массы бронетанковой техники. Россия хоть и ведет вот эту войну на истощение, ей параллельно в любом случае удается освобождать какие-то населенные пункты. Самый свежий пример это та же самая Авдеевка. Вы говорите о новых ударах. А куда они могут быть нанесены? На каких направлениях? Я думаю, что все-таки Российская Федерация должна взять те территории под свой контроль, которые записаны в ее теперь Конституции, как территория Российской Федерации. Сейчас получается, что ряд территорий Российской Федерации оккупированы вооруженными силами Украины. Поэтому я думаю, что и в политической перспективе, для того, чтобы непонимание у своего населения исключить, Российская Федерация должна максимально в короткие сроки выйти на границу, которую она себе определила, как границу Российской Федерации на Юго-Востоке. Это продолжение наступления в районе Авдеевки. Это кроме того, очевидно, что все-таки в районе Запорожья, в районе Херсона и так далее. Вот эти удары, они будут, так сказать, катком. Это будет не лихая кавалерийская атака, это будет каток, который будет закатывать в землю украинскую армию, в то же время позволять метр за метром брать эту территорию. Ну, а дальше, я думаю, что уже когда в этом отношении руки будут развязаны, и Донецк не будет подвергаться артиллерийскому огню, и все ближайшие, так сказать, города, и города Российской Федерации, мы в последнее время часто слышим о ударах по Курску, по Белгороду, сейчас вот удар по нефтебазе в Орле и так далее, конечно, это не способствует хорошему настроению российских граждан, и любая власть должна будет исключить такие удары, поэтому в ближайшие перспективы, конечно, это просто жизненно необходимо, ну, а дальше вопросы большой стратегии, для того, чтобы лишить Украину возможности подвозить военные ресурсы Черным морем, очевидно, все-таки одним главных ударов будет удар по Приморской территории Николаев Одесса и выход на Приднестровье, это один удар, ну, и кроме того, очевидно, что все-таки Харьков и дальше все левобережье Украины, ну, исключая, если Украина раньше не сдаться, то, возможно, и Киев, вот, это вот та программа, которая может решить вопрос, поставленный специальной военной операции, тогда, вот, возможно, та самая капитуляция, о которой так неудачно намехнул Папа Римский. Ну, тут, наверное, не стоит забывать и об изначально заявленных целях специальной военной операции, то есть, демилитаризация и деноцификация, учитывая то, что со стороны Киева-то продолжают звучать разного рода угроз, вот тот же глава Гурмо Гуданов, он заявлял о том, что вот они планируют очередную атаку на Крымский мост, так что тут, наверное, и вот эти цели, они тоже не будут последними, так скажем. Несомненно, проигрывая на поле боя, они будут стараться наверстать информационный эффект за счет террористических акций. Все дело в том, что обыкновенный обыватель, он сводки с фронтов читает в компьютере, смотрит по телевизору, но когда ему на голову упадет боеприпас, настроение резкого курса. Именно это рассчитывают украинские телеверсанты, поэтому они стараются как можно больше мирного населения российского затронуть этими террористическими актами, чтобы породить сомнения, недовольство и так далее. Но это не может заменить реальные военные победы. недавно российские спецслужбы обнародовали опять перехват, где представители сил специальных операций Украины вели разговор о свержении Зеленского. То есть я думаю, что конечно настанет момент, когда даже самым отъявленным украинским воякам не захочется продолжать быть пушечным мясом. И здесь возможно какие-то нюансы, я бы так сказал. Я не говорю, что там могут победить российские, пророссийские какие-то элементы. Практика специальной военной операции показала, что надежды на такое развитие событий маловероятны. Ведь начиная специальную военную операцию Российская Федерация рассчитывала на большое количество своих сторонников не только среди рядовых граждан, но также среди политической элиты. Но как оказалось эти надежды были необоснованы и придется так сказать штыком добывать победу, не рассчитывая на то, что пятая колонна серьезная появится в Украине. Но когда так сказать будут исчерпаны все ресурсы и средства для реального военного сопротивления, я думаю, что инстинкт самосохранения восторжествует и найдутся те люди, которые смогут пойти на переговоры с Российской Федерацией. Я извиняюсь на капитуляцию. Здесь, если позволить, я хотелось бы вернуться к вооружению военной техники, чтобы этот вопрос совсем уж закрыть. С учетом всего вышесказанного про Абрамс, Леопарды, Патриоты, не ждет ли та же судьба вот эти вот F-16, которые собираются поставить в Украину, как вы считаете, с учетом того, что вы говорили о неправильном использовании? Все дело в том, что самая главная первая причина нет ни одного аэродрома, приспособленного для приема таких самолетов. Значит, этот самолет должен взлетать с паркета. Он очень чувствительный взлетно-посадочной площадкой. У него воздухозаборник расположен под брюхом, низко висит. То есть любой мусор, любые посторонние предметы на летном поле могут вывести из строя его двигатель. А в прифронтовой полосе возможно придется взлетать под ударами, как это часто бывает, противника, который будет стараться вывести из строя в летно-посадочную полосу эти самолеты. И надо будет быстро их эвакуировать, и надо будет быстро взлетать. Я думаю, что в такой ситуации они просто этого сделать не смогут. Кроме того, этот самолет требует очень больших вложений в техническое обслуживание, в подготовку. Это очень высокотехнологичное, высококачественное изделие, но для его обслуживания необходимы большое количество инструмента и приспособлений, и высокого качества персонала. Чего в условиях прифронтовой Украины трудно будет очень добиться. Очевидно, что там будут американские специалисты. И явно это самолет, который, даже поднявшись в воздух, не сможет противостоять российским новейшим истребителям, тем же самым Су-30 и Су-35, которые обладают более дальнобойными ракетами класса воздух-воздух, вплоть до дальности 200-250 километров. И учитывая, что есть системы дальнего радиолокационного обнаружения А-50, которые могут передавать данные и обнаруживать эти самолеты в воздухе еще в момент взлета, то я так сказать не предполагаю, что они долго проживут. То есть единственное для чего Украина их может использовать реально. Это как платформа для запуска крылатых ракет дальнего радиуса действия. Storm Shadow, Scalp и тех же самых Taurus, если они... Но это будет такая воровская тактика. Быстренько-быстренько взлетел, быстренько-быстренько запустил и быстренько-быстренько спрятался. Но куда ты спрятался, тебя там нашли и туда же прилетел Искандер, дальность которого 500 километров. Некоторые говорят, они будут летать из Украины с аэродромов подскока. То есть базироваться будут в Румынии и Польше. Потом быстренько прилетать в Польшу, заправляться, подвешивать боеприпас и выполнять задачи по запуску этих ракет дальнего радиуса. Сейчас они используют МиГ-29 и Су-24 советские для запуска тех самых с Том-Шедо и Скальпов. Вот они именно на большом расстоянии от линии фронта взлетают с аэродрома, поскольку быстро запускают и на другое место приземляются, где их прячут в ангаре, защищенные от попадания боеприпасов. То есть я думаю, что в принципе решить ситуацию, изменить ситуацию. Они не смогут. Не смогут они противостоять массовым запускам гераний российских крылатых ракет. Были такие у них мысли, что использовать эти истребители для борьбы с российскими средствами воздушного нападения. Теми же крылатыми ракетами «Калибр», значит, герань и прочими воздушными средствами нападения, которые Россия использует для ударов по дальним целям в Украине. Слишком много теперь у России таких средств нападения и 36 или сколько там F-16, но все эти задачи в качестве учебно-тренировочных самолетов. Я думаю, поэтому это заговорить зубную боль. Вот заговор. Это заговаривание зубной боли. Это надежда на вундерваффе. Сначала это были одни, потом другие, потом третьи леопарды, это были потом абрамсы, это были три семерки пушки, это были самоходки панцергаубица, и все оказалось это все надежда, это все информационные вбросы. Как и обещал в начале беседы, вернуться к Трампу, то, о чем мы говорили, о том, что он грозится чуть ли не выйти из НАТО, прекратить поддерживать Европу в случае своего избрания, и все такое проще. А насколько реальны такие перспективы, и что ждет НАТО без США? Ну, тут надо рассматривать с двух сторон. Первое, конечно, это предвыборная борьба. Это недовольство многих американцев экономической ситуации в стране и тем, что демократы трятят очень много денег на продвижение демократии. И если раньше это было в основном так сказать мягкая сила, то теперь они во многих местах уже вмешались при помощи открытой жесткой силы. Это и Украина, это и сектор газа. Кроме того, будущий конфликт возможный, очень возможный вокруг Тайваня. И, конечно, наиболее трезвые даже политологи и военные эксперты говорят, что Соединенные Штаты уже не те, что раньше и враги не те, что раньше. И они не потянут военные действия сразу по всему миру, сразу введение нескольких горячих войн. Поэтому они считают, что нужно Соединенным Штатам сосредоточиться, уменьшить количество военных баз, оставить только наиболее важные для них стратегических районах. Тем более, что для того, чтобы обслуживать эти базы, у них уже персонала не хватает, и военных сил не хватает, чтобы полноценные контингенты там располагать. Второе, значит, вложиться нормально в военно-промышленный комплекс, перестать кормить военные корпорации, которые своими безумными проектами, рассчитанными просто на распил денег, оставили Соединенные Штаты без ряда видов военных вооружений. У них нет сейчас полноценной ядерной триады. Их ракеты образца 60-го года, 65-го, ну, они практически не могут составить конкуренцию российским. То есть, это надо сделать. Значит, Б-52 скоро будет столетним самолетом. Они планируют его довести эксплуатацию до 52-го года. Ну, это примерно то время, когда он был поставлен в строй. И так далее, и так далее. То есть, Америка должна сосредоточиться внутри себя, развернуть военное производство, причем нужных для ведения современной войны видов вооружений, а не всяких завиральных систем, потратив которые, она ничего не получит. У них даже нет гиперзвукового оружия на вооружении. Они там образцы испытывают, но нет. Ну, и главное, их цель это Китай. Китай, их основной конкурент и борьба вокруг Тайваня. Поэтому необходимо готовиться именно к той войне и прекратить эти безумные траты на Украину и на других якобы союзников, толку от которых нет. Вот. Поэтому, конечно, вполне реально, что часть своих предвыборных обязательств ТРАП выполнит. тем более, что, конечно, Америка сейчас испытывает серьезные экономические трудности в борьбе с Китаем. Ведь на самом деле Америка из мирового промышленного гиганта превратилась в страну, которая предоставляет в основном услуги и является одним из финансовых центров мира. Ну, а что значит не иметь своих вооружений, своих высоких технологий? мы видим на примере той же самой Российской Федерации, что ей пришлось столкнуться с серьезными трудностями. И как бы ни говорили эксперты о том, что нам все, так сказать, наплевать, на самом деле они прилагают очень серьезные усилия и нужно деньги и время для того, чтобы восполнить эти пробелы. Соединенные Штаты богаты на нормальных экспертов, я думаю, не понимают это. Вот. Поэтому, конечно, Украину могут, если не снять с довольствия, то резко сократить резко сократить пайку, как говорят, в определенных местах. Именно, чтобы они протянули до тех пор, пока не будет до тех пор, главная идея это заморозка. Корейский вариант заморозить. Конечно, все понимают, что Российская Федерация сейчас не собирается и в ближайшие ПСП, но они левеют надежду, что если Россия будет экономически ослаблена, они санкции наращивают и понесет еще больше потерь во время конфликта на Украине, то, возможно, они требования к Украине снизят и удастся меньшей ценой этот мир, так сказать, заслужить. Вот, поэтому Соединенные Штаты проводят двойственную политику. С одной стороны, они делают забросы-вбросы насчет того, а может, вы хотите теми территориями, так сказать, которые вы уже захватили, ну и хватит, давайте вот. И вот, с другой стороны, я думаю, что они будут все-таки подпитывать Украину и с другой стороны еще заставлять Европу вкладываться. Вот эти все коалиции, снарядные, танковые, авиационные и так далее, это не расчет на победы, это расчет на то, чтобы, ну, большей ценой России досталась эта победа. Большое спасибо, Александр Борисович, за эту беседу, за то, что выделили время и, как всегда, развернуто и четко ответили на вопросы. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова А.Егорова